Многие наслышаны о том, что уже с 1 июля текущего года вступили в силу изменения, внесённые в федеральный закон, в народе именуемый «Закон о пиве», который предусматривает административное наказание для граждан, улечённых в распитии пива в общественных местах. Но также для многих остаётся загадкой, что же считать таким общественным местом. Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Артёмовскому району Владимир Серебренников подробно перечислил все эти места. Мне хотелось бы довести до граждан Артёмовского района те изменения, которые вступили с 1 июля у нас 2012 года. Это внесённые в федеральный закон 22 ноября 1995 года номер 171 ФССР о государственном регулировании производства и оборота айтилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и о ограничении потребления и распития алкогольной продукции. Согласно которым пиво и напитки, изготавливанные на его основе, относятся к алкогольной продукции. Запрещается употреблять пиво и напитки, изготовленные на его основе в общественных местах, в том числе во дворах, в подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых домов, на детских площадках, на территориях, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами. В границах иных территорий используют для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спортом. Несовершеннолетними, в местах, где запрещается розничная продажа алкогольной продукции. Также Владимир Серебренников добавил, что теперь пиво и пивные напитки нельзя будет купить в ночное время, начиная с 11 часов вечера и до 8 часов утра. А с 1 января 2013 года пиво и пивные напитки вообще можно будет приобрести лишь в предприятиях общественного питания. И это ещё не все поправки, внесённые в данный закон. Розничная продажа алкогольной продукции запрещена в следующих местах. В детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта и прилегающих к вышеуказанным учреждениям территории. В организациях культуры, за исключением розничной продажи индивидуальными предпринимателями и в организациях, оказывающих услуги общественного питания. На всех видах общественного транспорта, городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах и его движениях, в том числе на станциях метрополитена, на автозаправочных станциях, на объектах военного назначения, прилегающих к ним территориях. В местах массового скопления граждан, а там, где находятся источники повышенной опасности, на оптовых и розничных рынках, вокзалах, аэропортах и т.д. Кроме розничной продажи алкогольной продукции, содержание тела спирта не более 16,5% от объема готовой продукции, а также пива, пивных напитков, при оказании реализующими организациями услуг общественного питания, а также на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлиной торговли. В нестационарных торговых объектах, киосках и павильонах, за исключением пива и пивных напитков, крепостью 5 и менее градуса запрет на их реализацию вступит в силу с 1 января 2013 года и несовершеннолетними. Незнание закона, как известно, от ответственности не освобождает. Но какое наказание грозит тем, кто нарушит вступившие в силу изменения, Владимир Серебренников все-таки рассказал. Нарушение правилу розничной продажи алкогольной продукции влечет административное наказание по статье 14.16 Кодекса административных правонарушений РФ в виде штрафа на должностных лиц в размере от 3000 до 4000 рублей с конфискацией алкогольной спережащей продукции или без таковой. На юридических лиц от 30000 до 40000 рублей с конфискацией алкогольной спережащей продукции или без таковой. Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей. На должностных лиц от 10000 до 20000 рублей. На юридических лиц от 80000 до 100000 рублей. За неоднократную продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему предусмотрена уголовная ответственность по статье 151.1 Уголовного кодекса РФ. Это неоднократно признается розничная продажа алкогольной продукции в том случае, если ранее лицо привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние в течение 180 дней. Распитие несовершеннолетними, не достижшими возраста 16 лет, пива и напитков, изготовленных на его основе, алкогольной и спиристосодержащей продукции, влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего в размере от 300 до 500 рублей. И в заключении Владимир Серебренников обратился ко всем индивидуальным предпринимателям Артемовского городского округа на остановочных комплексах, автозаправочных и других точках которых до 1 июля продавалось пиво с просьбой остановить данную деятельность. В противном случае сотрудниками полиции будут проводиться рейды по выявлению данных объектов торговли и будут данные лица привлекаться к административной ответственности. Продолжение следует...